МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это федеральный проект, который посвящен тому, чтобы привлечь жителей нашей страны к активному участию в выделении проблемных дорог, проблемных участков. И для того, чтобы наша власть, наши органы местного самоуправления, региональная власть, обращала в первую очередь именно на те участки дороги, проблемные участки, которые больше всего хотят, собственно, и подчинить наши жители, которые больше всего требуют внимания. То есть в конечном итоге это проект, который направлен на ремонт и обустройство наших дорог. Мы все знаем, что, ну, вы правильно совершенно сказали, что дороги, это, наверное, главная российская проблема. Есть еще вторая, как бы, ну, мы сегодня не про нее, мы как бы про дороги. Ежегодно на ремонт дорог выделяются достаточно большие средства. Собственно говоря, этот проект призван вовлечь граждан в контроль за ремонтом дорог, да, и сделать так, чтобы власть учитывала именно мнение людей, какие дороги нуждаются в первоочередном ремонте. Как он реализовывается? Что нужно сделать, чтобы попасть своей дорогой в карту убитых дорог? Ну, в первую очередь нужно найти такой участок, да, и зачастую в Рязани это не так сложно. Нужно зайти на сайт дороги ОНФ, можно там через поисковик найти там убитые дороги, да, в первую очередь выскакивать, собственно, этот сайт. Второй шаг – это регистрация, достаточно простая и легкая регистрация. Далее мы выбираем участок, то есть на карте мы выбираем участок длиной не более 5 километров. Это сделано для того, чтобы там не поставить дорогу там от Москвы до Дальнего Востока, вот, если требуется участок больше отметить, то можно через модератора, да, запросить и попросить отметить больше участок, соответственно, нужно подкрепить фотографиями. Собственно, это следующий шаг, да, мы после отметки участка добавляем фотографии. И это требуется для того, чтобы, проходя модерацию, этот участок, да, было видно, что это там сейчас лето, а фотография сделана зимой, там, может быть, еще и там 5 лет назад, то есть для проверки. Вот, соответственно, после прохождения модерации, которая занимает до суток, насколько я помню, да, там, в районе суток, вот, проверка проходит, этот участок отмечается красным цветом на карте. Это означает, что это принято в работу. То есть информация также дублируется ниже в комментариях, там можно оставить комментарий также. Появляется значок лайка, так называемого, да, и любой желающий, заходя на сайт, может проголосовать, и, соответственно, данный участок будет подниматься в рейтинге. Вот, соответственно, информация в любом случае после сразу появления этого участка будет передаваться органам власти. Вот, а по результатам рейтинга, да, чем выше рейтинг, тем, соответственно, больше на него обращают внимания. После того, как наши органы власти, там, поднимают его в работу, говорят, да, мы будем его чинить, он подсвечивается желтым светом. После выполнения работ зеленым. То есть, соответственно, можно будет проконтролировать, да, там, качество работы, если не устроило, можно повторно будет сфотографировать и отправить туда, то есть на сайт. То есть, вероятность того, что только отремонтируют, в конечном счете, есть? Она высокая. Она высокая, и я тут должен сказать, что, в общем-то, региональная власть в лице Министерства транспорта Рязанской области, городская власть в лице Дирекции благоустройства очень внимательно следит за этим проектом. Это, в общем-то, не просто слова. Мы встречались и с министром, встречались с профильным замом в городской администрации. Они ежедневно мониторят карту дорог. Мы раз в две недели отсылаем им всю информацию о тех участках, которые отмечены, с данными рейтингового голосования. Чем выше рейтинг, тем больше, наверное, шансов, что вот этот участок будет отремонтирован, потому что власть понимает, что вот этот рейтинг – это показатель, скажем так, народного гнева относительно вот этого участка. И вот уже могу сказать, что по результатам, первые результаты таковы, что более 27 участков дорог, нанесенных на карту УНФ в Рязанской области, попали в план капитального ремонта этого года, 2017-го. В городе Рязани таких участков свыше 10, это мы отправляли информацию, когда на карте было всего нанесено порядка 80 участков дорог. То есть неплохие показатели, практически 50%. Сейчас таких участков уже, по-моему, свыше 200 на карте нанесено. Соответственно, мы тоже на этой неделе обновили интерфейс для представителей наших властей, занимающихся дорожной проблематикой, отправили им данные. И вот в ближайшие дни ждем от них комментарии. Собственно говоря, понятно, что невозможно отремонтировать все дороги, их очень много. Есть большое количество населенных пунктов, в которых не так много жителей, но туда сложно проехать. Но в любом случае, показатель активности людей, когда они просят отремонтировать ту или иную дорогу, это ключевой момент этого рейтинга. Собственно говоря, и в нашем общении с представителями власти мы в первую очередь акцентируем внимание на тех дорогах, которые имеют самый высокий рейтинг народного голосования. Те самые лайки, о которых говорил Дмитрий. Давайте порадуем телезрителей и все-таки скажем, например, какие дороги уже будут проводиться, на них капитальный ремонт. Вот в СМИ освещалась улица Большая в феврале, которая была бы просто в катастрофическом состоянии. Улица Большая, это, по-моему, как раз лидер нашего рейтинга. Да, это лидер, это тройка лидеров по рейтингу. Это улица Большая, Куйбышевское шоссе и участок М5 Затурлатова. Соответственно, все они уже включены в капитальный ремонт. Да, причем по улице Большой у властей есть полное понимание, что сделать только участок улицы, которая находится в городе, и не ремонтировать дорогу на территории Рязанского района в Дядьково, это, ну, что называется, мертвому припартии. Ты делаешь хорошо на небольшом участке, а второй участок у тебя в том же самом ненормативном состоянии. Поэтому тут и город, и регион синхронизировали свои планы, и вот уже в самое ближайшее время вот эта дорога в Дядьково, она и в Рязани, вот эта общая дорога, улица Большая, переходящая в Дядьково, как бы, она должна быть капитально отремонтирована. Что касается Куйбышевского шоссе, это тоже проблема большая, как бы, да, все рязанцы, которые ездят там, наверное, обратили внимание, что там даже выставили знак, ограничивающий движение, знак, ограничивающий скоростной режим, потому что, ну, без, если там ехать 60 км в час, там просто машина останется без подвески, да, и она тоже включена в план капитального ремонта этого года, и дорога в Турлат, трасса М-5, участок от Турлатова до Боложнего, но там, по-моему, 11,5 км, он тоже включен в план капитального ремонта. Ну, я могу сказать, что это, наверное, общая, как бы, победа, прежде всего, жителей города Рязани, жителей Рязанской области, жителей нашего региона, которые, на самом деле, очень активно отнеслись к этому проекту ОНФ, и ежедневно мы видим, что участков дорог на карте прибавляется, и прибавляется количество голосов в народном рейтинге. Какие дороги еще в лидерах на карте убитых дорог в регионе? Если в регионе говорить, то это Сасовский район и Касимовский район. Некоторые участки там на этот год, наверное, но так же будут на следующий, да? Ну, вы знаете, у нас даже вот в общественных предложениях, которые общероссийский народный фронт ежегодно готовит высшему должностному лицу региона, у нас было предложение взять под особый контроль участок дороги Кустаревка-Берестянка в Сасовском районе. Это участок, у него почти 36 км в длина, и практически весь он в ненормативном состоянии, под этой дороги ходит школьный автобус. И есть полное понимание, что сделать 36 км – это очень дорого. Но бесконечный ямочный ремонт тоже не может продолжаться в вечность, потому что его эффективность, она близка к нулю. И вот по той информации, которая у меня есть, министр транспорта Андрей Владимирович Савичев побывал на этом участке, осмотрел его и дал задание срочно готовить проектную документацию, хотя бы там на 6 км дорог, чтобы каждый год по 5-6 км делать дорогу не ямочной, а капитальной и постепенно приводить ее в нормативное состояние. Дмитрий совершенно правильно отметил Сасовский-Касимовский район. Это не значит, что в остальных районах Рязанской области дороги лучше. Это просто в Сасове и Касимово люди активно голосуют. Поэтому с помощью вас, с помощью средств массовой информации, мы, наверное, хотели бы призвать наших телезрителей активно включаться в этот проект и не бояться, не стесняться отмечать те дороги, которые, по их мнению, находятся в ненормативном состоянии, естественно, подкрепляя это фото доказательствами на карте убитых дорог. Понятно, что за один год мы всего не сделаем. Но дорогу осилит идущий. Те средства, которые выделяются на ремонт дорог, они, в общем-то, не маленькие. И наша общая задача сделать все, чтобы вот те красные точки, которые появились на карте, закрасились в зеленый цвет. Вот как быть с населенным пунктом, в которых проживает маленькое количество людей? Есть ли у них шансы, что их дороги тоже отремонтируют? Конечно же, есть. Есть, я понимаю вопрос, да, что чем больше жителей живет в конкретном населенном пункте, тем потенциально большее количество лайков за дорогу и тем выше место в дорожном рейтинге. Действительно, в Рязанской области есть села, в которых 3 человека прописано, 10 человек прописано, даже там 100 человек прописано, а в городе Рязани их там больше полумиллиона. Но я хочу сказать, что у нас вот в областном рейтинге есть такое село Волшута в Михайловском районе, где очень небольшое количество людей прописано, как бы там, да, но они проявляют просто потрясающую активность, и эта дорога, она вышла в лидеры нашего, скажем так, рейтинга, да. Опять же, наверное, это не значит то, что сейчас все силы бросятся на Волшуту, как бы там, да, но то, что эта дорога замечена, я вот там в разговоре с министром транспорта, как бы, четко это понял, и, видя это, как бы, есть основания полагать, что власть обратит на это внимание и приложит все усилие, чтобы сделать проезд к данному селу максимально комфортным для жителей. Есть села, где, ну, скажем так, достаточно просто, может быть, где-то там отщебенить участок дороги, да, сделать так, чтобы он не превращался вот осенью и весной вот в эту жижу, да, вот в эту грязь, как бы, там, да. Понятно, что там немного людей живет, и класть туда асфальт, как бы, при том, что достаточно большое количество участков в области, которые, ну, приоритетней, наверное, неправильно, но тут везде должен быть здравый подход, как бы, там, да, и, в общем-то, где-то можно их щебенкой обойтись, как бы, да, если там по этой дороге не так много машин ездит, но там живут такие же люди, такие же рязанцы, и, не дай бог, там, скорая застрянет в дороге, как бы, там, да, может быть, просто посыпать щебеночкой, отсыпать эту дорогу, провести ее в проезжие состояния, а в последующем подумать о том, чтобы сделать там твердое покрытие. Алена, я вот даже дополню, вы знаете, какой участок сейчас в России самый, скажем так, залайканный, где больше всего голосов? Это населенный пункт соседний с нами Тульской области, Донской. Это небольшой городишко, ну, кто из рязанцев бывал в Тульской области, вот в этих небольших городах, тот, наверное, согласится, что в Рязани-то дороге еще ничего. Так вот, там свыше тысячи человек отметили этот участок, как необходимый для капитального ремонта. Я думаю, что власти Тульской области, соответственно, как бы, сделают для его ремонта, предпримут все необходимые усилия. А вообще, идейный вдохновитель этого проекта, это Александр Васильев, депутат Государственной думы, он избирался в Государственную думу от Псковской области, и вот проект «Убитые дороги», он был сначала просто региональным проектом Псковской области. Вы знаете, в Псковской области дороги, я не могу сказать, что магистрали, но стали в относительном порядке, они стали существенно лучше. Если эту проблему удалось сдвинуть в Псковской области, то, наверное, с помощью проекта «Дороги.ОНФ.РУ» получится сделать и в масштабах всей страны. Спасибо вам большое за беседу, за такую полезную работу. С телезрителем прощаемся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова